Здравствуйте. Я бы хотел сделать доклад на такую достаточно банальную тему пространство и время. Различить пространство и время. Но сделать это как-то так в лоб, дав определение пространства и времени, мне кажется, может быть и возможным, но непродуктивным. Поэтому я буду говорить о пространственном способе развлечения и временном способе развлечения. То есть о различных различиях. Мы проводим некоторые различия, мы знаем, что мышление имеет свойство различать. То есть не свойство, а деятельность мышления состоит в том, чтобы обнаруживать или проводить различия. Тут степень активности, пассивности мы еще обсудим. И вот эти различия могут быть разными. Я предлагаю различить различия по принципу пространственности или временности этих различий. Это как бы тема доклада. Соответственно, как я буду это дело проводить, как я буду различать эти различия. Я буду рассматривать, сравнивать их, опять же, пространственность и временность в различных аспектах. Это будет как бы что различается, различные методологические аптеки и так далее. Ну, не знаю, мне даже как бы не сформулировать. Сейчас, пока я не начну говорить, как это все можно назвать. Ну и к чему я приду? К тому, что, ну вот, так сказать, эти пространственные различия и временные различия будут как-то противопоставлены, опять же, различены. И встанет вопрос, собственно, ну хорошо, вот есть такие различия, есть другие. А вот различия между пространственным различием и временным различием, это какое различие? Пространственное или временное? Вот и на этот вопрос я ответить не смогу. Вот. Ну и тем самым, как бы в каком-то смысле перечеркну свой доклад. Вот такая, такой у меня проект. Вот. Ну, собственно, приступая, я хочу сказать следующее. Процедура развлечения. Начать можно с, скажем, как бы с некой деятельности, да, с некого продуцирования различия и увидеть, каким образом оно здесь, опять же, приобретает пространственные или временные черты. Вот. Бывает, что мы занимаемся, как бы, ну, неким, скажем так, разнесением, да, разведением, вот, частей, ну, там, противопоставлением, разграничением. Вот это то, что я подразумеваю под пространственным развлечением, да, то есть вот есть, как бы, нечто единое, и мы его разделили, разнесли. Вот. Что такое, как бы, временное развлечение, да? Вот. Различие, так сказать, на основании времени, можно сказать так. Это когда что-то от чего-то отстает, да, то есть вот, сказать, вчерашний день отстает от, там, от позавчерашнего, да, а сегодняшний опережает вчерашний. Вот. Когда есть вот это опоздание, отсрочка, когда есть. Вот, допустим, когда мы кому-то даем в долг, а это потом возвращается, да, и вот эти деньги, которые мы дали в долг и которые вернулись, они различены, как бы, не по сумме, да, хотя, конечно, мог поменяться курс, мы все понимаем, да, то есть они могут и содержательно различаться, но они различены в первую очередь тем, что, как бы, они не одновременны, да, вот. То есть временное различие я определяю как неодновременность. Это в каком-то смысле тавтологическое определение, вот, я, как бы, честно в этом признаюсь, да, но важно, что фактически, как бы, весь мой доклад состоит в том, что я пытаюсь вот эту феноменологическую разницу между пространственным различием и временным различием проговорить, проговорить, как бы, в разных, в разных аспектах. Значит, вот по поводу процедуры, по поводу некого действия, я примерно, так сказать, очертил. Одно дело мы, как бы, взяли и разнесли, другое дело мы что-то, как бы, оставили, а что-то унесли. Вот, то есть, как бы, дальше можно сказать следующее. Различие, как бы, как сказать, различие, оно сидит, как бы, внутри, является каким-то таким корнем, так сказать, или, я не знаю, сущностью движения, да, то есть, вот движение порождается различием. И в этом плане мы тоже можем различить пространственную, так сказать, пространственную форму движения и временную форму движения. Значит, преимущественно пространственной, вот такой, как бы, в чистом виде пространственной формой движения является трансляция. Вот, когда нечто, оно, как бы, меняет свое положение, вот, но при этом эти положения, они в каком-то смысле как бы сосуществуют друг с другом. То есть вот мы даже видим иногда какие-то такие картинки, видео, когда положение прямо вот оставляют, и мы видим такой след. То есть вещь была здесь, теперь она здесь. И эти вещи, они как бы сосуществуют, и они различны в этом... И это движение, это движение изменения места, трансляция. Ну, точно так же, возможно, некая перестановка. Вот мы как бы разносили что-то, различали, разграничивали, а теперь взяли и переставили, или перечертили границы. Вот это движение, движение границ, движение каких-то, так сказать, пространственных определенностей. С другой точки зрения, под движением можно ведь понимать и другие процессы. Ну, и тут мы как бы ближе к такому, к диалектическому понимаем движение, движение как превращение. То есть вот, допустим, берем этот классический гегельский пример, растет некий цветок, потом он превращается в плод, потом он там, семечко падает, прорастает снова какой-то цветок и так далее. То есть мы видим, что здесь тоже есть движение, но это движение состоит в том, что что-то исчезает, и на его месте появляется что-то другое. Различие существенное. То есть там у нас было одно, которое просто меняло место. Оно сохраняло себя, но меняло место. Трансляция. Здесь же, напротив, место сохраняется, оно, в общем, тут совершенно не важно, но идет игра существования-несуществования. То есть, и более того, можно сказать, что вот это различие временное, оно различает, собственно, отличает как бы существующий цветок от несуществующего, в конце концов. Вот что оно делает. То есть оно различает, то есть прошлое отлично от настоящего, не по содержательности своей, в смысле временного различия, а именно по тому, что есть, а чего нет. Значит, ну, это как-то вот я с точки зрения движения. Теперь, что, собственно, различается? Да, вот когда мы занимаемся пространственным различием, что мы получаем в качестве различенных вещей? Мы получаем элементы. Ну, и это естественным образом как бы ведет нас, в конце концов, к какому-то там структурализму мышления. Различая, мы получаем элементы, и смысл элементов состоит в том, что элементы, они сосуществуют друг с другом, они как бы вот не мешают друг другу. Они находятся в некоторых взаимоотношениях друг с другом, но при этом они все даны одновременно. И структура всегда дана как некое единство, одновременно во всей своей целостности. В то же время, если мы различаем нечто, так сказать, временем, временеподобным способом, мы из целого выделяем моменты. Мы выделяем один момент, и этот момент, он застилает все целое. То есть невозможно выделить один момент и одновременно второй. Когда мы выделяем один момент, все остальные моменты исчезают. Это вот мы знаем из лекции на Горицын, да? Вот в том числе у него как бы это возникало. Выделяем момент, все остальные моменты пропали. Вот. Вытягиваем другой момент, все, тот момент исчез. То есть два момента, они не могут быть даны одновременно. Как только мы способны удержать два момента одновременно, мы превратили их в элементы. И мы, как бы, вот, собственно, временеподобное движение превратили в некую структурированную статику. Да? Так сказать, разношение пространственно-подобное, да. Вот. И элиминировав всякие отношения бытия-небытия, перенатив их просто во взаимоотношения такие логические. Значит, ну, соответственно, вот по этой линии пространственно-временного развлечения можно различить и, ну, такие два понятия, как основание и причина, которые часто выступают у нас, как бы, в разговоре как синонимы. Основание – это как раз вот пространственная, ситуация пространственная. Вот есть нечто, на его основании выстраивается нечто следующее, да, то есть это вот такая архитектура. Ну, можно назвать это настройка, да, основание и настройка. И важно, что, опять же, основание, оно сосуществует с настройкой, вот, они, как бы, существуют вместе. Вот. Вплоть до того, что основание оказывается основанием самого себя, да, вот, оно оказывается само себе и настройкой. Это понятие основания. Понятие причины, которое, казалось бы, часто выступает синонимом, оно связано с понятием следствия, да, то есть причины и следствия, они не существуют одновременно. Вот. И в этом, собственно, весь смысл. Причина выливается в следствие, вот, которое там, может быть, в свою очередь становится какой-то причиной, выливаешься в следующее следствие и так далее. Но важно то, что там присутствует вот эта неодновременность, да, то есть присутствует какая-то фундаментальная развлеченность временная. Вот. Ну, как бы сказать, несовместимость. Это словно, какая-то вражда, да, между вот причиной и следствием, что они не могут быть даны вместе. Вот как-то так. Это в общем случае. В общем случае. Это в случае, как бы, временном вот таком. Причина разворачивается во времени. Основание, как бы, оно это время не требует. Просто указываем, что есть и нет. Ну, мне тут важно не то, что там, это немножко автологично сказать, что тут требует времени, что нет. Важно, что все, что различено пространственным образом, оно на самом деле, все вот эти вот элементы, различенные пространственным образом, они не враждуют друг другом, как бы, они друг с другом совместимы, в конце концов. Они хоть и различены, но при этом тождественны. Потому что они сосуществуют. Они даны одновременно. Это называется ряды положено. Ряды положено, да, можно сказать. Они, как бы, они вложены в единое пространство. Вот. И, собственно, потом я перейду к тому, что, ну, так, не перейду, а просто, как бы, на основании этого сделаю, было, что фактически все наше мышление стремится мыслить именно пространственными различиями. Так уж получается, что оно, всякое, как бы, различие фиксирует именно таким образом. Вот. И поэтому нам трудно мыслить время. Вот. Поскольку мы всякий раз, как бы, время элиминируем вот это временное различие, превращая его в различие, как бы, рядоположных вещей, данных, ну, тут, скажем, у нас история, да, превращается в собрание неких фактов, которые лежат рядом друг с другом, да, они, как бы, следуют основу за другим, но мы его мыслим именно, не в смысле причинно-следственной связи, когда одно отрицает другое, сменяет другое, уничтожает другое, а как некое здание, да, когда, вот, есть основание, и оно сосуществует с надстройкой, с следующим этажом, да, то есть, вот, история для нас, это вот такая, такая архитектурная постройка, как будто бы фундамент до сих пор стоит. Вот, хотя на самом деле, хотя на самом деле, как бы, вот, завтрашний день, пришедший он огнем и мечом, так сказать, стер вот все, что было вчера, вот, он отрицает именно вчерашнее, вот, и, как бы, вот это развлечение временное состоит в этом отрицании. Ну, ладно, это немножко забежал вперед, значит, я сказал по поводу структурализма, ну, соответственно, вот это временное различие, если оно, как бы, вообще кем-то и пествовалось, то пытались его как-то, вот эти гуманитарные, исторические науки удержать, вот, и в этом смысле, там, в гуманитарной методологии звучали слова такие, как генезис, то есть, и вообще было, в 20 веке, ну, когда, собственно, возник структурализм, вот, была все время такая альтернатива, как бы, структура или генезис, да, то есть, вот, структура, как нечто ставшее, или, вот, какая-то подвижность, какое-то движение, движение в собственном смысле. Ну, значит, теперь, более интересный, на мой взгляд, момент, вот, я говорил, что различено, да, то есть, вот, тут элементы, здесь момента, а теперь, давайте подумаем, вот, всякое различие, оно происходит на основании какого-то тожества, да, и получается, что, вот, вот это пространственное развлечение, да, это, конечно, развлечение сущности, то есть, некой определенности, некого что, и тем тождеством, на основании которого различены эти разные что, соотнесенные, является, вот, именно их общее бытие, то есть, это пространственность, ну, как некая форма бытия, но не обязательно, она здесь выступает в каком-то смысле, как метафора, да, то, что они даны вместе, это и есть их тождественность, их, как бы, совместное существование, соубытия, можно так сказать, вот, этой тождественности, на самом деле, достаточно для того, чтобы дальше их, как бы, сравнивать, различать, и что-то с ними происходило. В то же время, временное различие, там тоже присутствует тождественность, но она как раз там, тождественность содержания, вот, и это лучше всего мы обнаруживаем, когда, вот, пытаемся вычинить чистое, вот, это временное различие, а именно, допустим, задаемся вопросом о тождественности собственного я, сохранения, допустим, я во времени, да, вот, или вообще сохранением чего бы то ни было тождественного во времени, да, каким, сохранением, в то же время, в то же время, как вот, развлечением, да, то есть представьте себе, некая вещь, она была вчера, такой, какой она была, и она сегодня осталась такой же, содержательна, она та же самая, ничто в ее чтойности, в ее определенности, в ее сущности не поменялось, вот, допустим, был плеер, и он же остался плеером, никоим образом не изменившись, вот, но при этом мы способны различать, вот как бы этот вчерашний плеер и сегодняшний, мы способны его различать, и вот это вот, как бы то самое временное различие, про которое я говорил, то есть, различие два и тождество два, да, и тождество здесь, да, здесь, здесь как бы в качестве тождества выступает тождество определенности, то есть, вот сущность или сущее остается тем же самым, вот, но меняется его, что? Бытие меняется, то есть, вот его не было и оно стало, допустим, был как бы, не знаю, там, воображаемый Тайлер, он стал реальным Тайлером, сущность его не поменялась, но изменилась вот его в Экиле, вот, значит, теперь следующий момент, мощность, как бы, пространство развлечений, вот про пространственное развлечение, мощность, это я имею в виду в математическом смысле, что вот есть, как бы, конечные, есть, там, консинуальные мощности в математике, так вот, пространственные развлечения или развлечение определенности, развлечение сущностей можно проводить, ну, наверное, бесконечно долго, то есть, можно, скажем, одну вещь от другой отличить по бесконечному количеству каких-то вот признаков, критериев, счетному или какому, я думаю, что это не важно, ну, то есть, я не знаю, да, ну, скорее счетному, да, скоро мы, так сказать, мыслим счетно, вот, но важно, что здесь речь идет о каком-то бесконечном числе различий, а когда мы говорим вот об этом временном различии, то фактически речь идет о конечном числе различий, я не знаю, самый, как бы, бедный вариант это существует, не существует, есть, нет, ну, может быть, есть какой-то, там, не знаю, какой-то набор способов бытия, да, как вот у того же Хайпикера, то есть, это не просто есть, нет, а вот есть так, есть по-другому, но тоже мне не видится, что он какой-то бесконечный, вот, кажется, кажется, что различать вот таким временным способом мы можем только каким-то конечным способом. Так может, и континьюма тоже два есть, так же, как и два вида тоже есть, так и два вида различения. Есть континьюм пространственное, есть континьюм временное. Ну, мне не кажется, что там есть вообще какой-то континьюм. Ну, не знаю, не очень понимаю сейчас вопрос. Вот, ну, я практически уже приблизился к концу, я даже, как бы, не могу сказать, что это какой-то доклад такой, вот, который что-то хочет сообщить, просто мне бы хотелось закрепить какие-то вещи, которые, мне кажется, отчасти, так сказать, самопонятными, вот, чтобы дальше использовать, может быть, в каких-то разговорах, да, вот, и вот последний момент у меня касался активности, я начинал там с процедуры развлечения, да, последний момент вопрос активности, ну, скажем так, активности различающего субъекта, да, непонятно, откуда он здесь взялся, вот, какой-то субъект, но, тем не менее, мне кажется, что пространство, вот этот пространственный способ различать, он больше позволяет, так сказать, он больше нас склоняет к тому, чтобы мыслить себя как активный субъект, вот так скажем, да, то есть, в нашей власти пространственно что-то разнести, в нашей власти провести границы, в нашей власти что-то чему-то противопоставить, мы как бы можем, так сказать, двигать предметы в пространстве, с чем это связано, это связано с тем, что пространственное развлечение, вот это, оно как бы обратимо, вот, мы можем менять местами предметы, оно симметрично в каком-то смысле, вот, а временное вот это развлечение, его куда сложнее представить себе как нашу активность, ну, вот там, у того же Канта, когда он говорит, что время там есть априорная форма, да, наряду с пространством, это выглядит немножко сомнительно, потому что, ну, как сказать, ну, это не то, чтобы это выглядеть сомнительно, но, по крайней мере, они не одинаковым, не с одинаковой готовностью в то и другое веришь, потому что, вот, очень трудно сделать, как бы, существующим то, что перестало существовать, да, мы не можем, как бы, как-то, то есть мы скорее пассивно воспринимаем те различия, вот эти вот временные, которые есть, нежели проявляем здесь активность, ну, так вот кажется мне, вот, и, и не случайно, коль скоро, как бы, если верить, тому, к чему я, так сказать, призываю, что наше мышление, вот оно, репрессирует вот это временное различие, и стремится, всякое различие, свести к пространственно подобным формам, не случайно, оно, вот, так сказать, вот это, в виде западной классической философии, всячески наставит на активности субъекта, как бы, не допускает какой-то пассивности его, вот, ну, вот, собственно, почти всё, единственное, что я хотел, как бы, как раз, сказать в завершении, само различие между пространственным, вот этим различием, и временным различием, мне представляется как вот это различие, антическое, онтологическое различие Хайдегера, как различие сущего, и существование, и, собственно, я в какой-то момент его стал так, не знаю, насколько обоснованно, да, представлять, но если меня спросите да а вот это само различие между пространством и времени между сущим и существованием она сама каково да ну как бы временного сорта да или она пространственного вот тут я не отвечу потому что мне кажется это не то и не другое это очень странное различие ну вот я сейчас различал пространство и время да но как я их различал я же не представлял рядом друг с другом да как нечто вот опять же пространственно рядоположное как нечто что сосуществует хотя так принципе можно сделать да может все представить себе вещь которая вот как бы существует и вот рядом с ней там где-то снизу существования до качества такого основания вот подложено чтобы она не провалилась куда-то там до под землю вот эта вещь вот а это было бы пространство такая интерпретация но с другой но как то вот наверное можно этого избежать но с другой стороны временным способом это не представить нельзя себе представить что вот как бы но существование вот это и само сущее до которое должно быть собственно быть обеспечено этим существованием что они как бы так разнесены и неси и не сосуществуют нет это невозможно просто потому что существование как бы несущие и она глупо говорить о его каком-то существовании или несуществовании вот это различие она не укладывается в эту схему вот о чем я говорю просто не все различие но сводится и пространственные временные различие логические различия практически все пространственные не в плане того что они говорят на пространственном языке а в плане того что вот то что там различено она давно одновременно в неком логическом пространстве это мы только мета метафорически говоришь но это не метафорически это важно 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 что а мы их удержим что мы сейчас объясню еще пространственное различие чтобы почувствовать пространство различия его нужно просто мыслить а чтобы почувствовать временное различие вы надо прожить да то есть надо как бы прожить и мы сталкиваемся с этим то есть в этом есть историчность когда мы жили допустим в одной стране и вдруг оказались другой Можно было это себе помыслить, что, допустим, страна изменится. А нельзя сначала помыслить одну мысль, а потом другую. Но ты почувствуешь различие, да? То есть ты переживешь различие между этими мыслями. Будет ли это движение? Вопрос в том, что логическое не сводится ни к пространственному развлечению, ни к временному. Можно иметь какой-то контекст мыслей. Хорошо, давайте начнем с вопросов. Наверняка есть куча вопросов, тем более опутанных. Давайте сначала вопрос, а потом будем... Ну вот вопрос про смысл истории-то там затронул. На самом деле для нас только тогда история интересная. Это вопрос? Это вопрос. Если история, его движение понимается как пространственное различие, потому что мы хотим понять смысл, только некое основание. Поэтому здесь возражать историкам, что они неправильно понимают свой предмет, это, по-моему, не корректно. Я, конечно, не специалист в истории, но насколько я там читал, по методологии истории, как раз большинство историков хотели бы, да, как мне кажется, представить историю именно вот, как бы, не в таком пространственном виде, а во временном. Чтобы вот это, ну так сказать, чтобы это движение, необратимое, да, какое-то неизбежное, чтобы оно было передано. Задача историка, как любого ученого, объяснить. Объяснение, ты-то и сам на эту тему находил, что возможно только, если различие пространственное. Если мы понимаем, как бы, что есть некое одно событие, и оно порождает другое, что есть между ними некая связь и смыслов. Нет, ну, в чем дело, причина-следственная связь-то может существовать, но неужели нельзя, ну, это как бы мой вопрос, да, причину не превращать в основание. Нет, просто тогда получится, что история – это набор событий, которые никак другое не связаны, которые просто, история представит собой некий хаос, и она уже тогда у нас... Нет, 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 на самом деле мы сейчас фактически спорим о том, возможно ли, скажем так, диалектическая логика или нет, потому что я понимаю, вот, так сказать, требование отдать должное временному развлечению именно в том ключе, что нужно всерьез отнестись к проекту Гегеля. Всерьез. Вот и все. Да, ну, проект Гегеля истории тоже сводит к основанию, да, опять же, как некому... некой субстанции в итоге. То есть и проект Гегеля тоже время эллиминирует. Ну, у него, как бы, оно выступает в целевом... То есть вот это основание – это цель, а не основание. Ну, эта цель достигается однажды, как бы, да? Это абсолютная идея. Ну, так или иначе, по крайней мере, у Гегеля присутствует попытка, как бы, вот, отдать должное вот такому движению, как бы, собственному движению, да, не просто трансляции, да, какой-то, вот, а вот этому превращению, вот, и, по крайней мере, мне кажется, ему больше удается это сделать, чем предшественникам. Ну, вот, как-то так. Ну, наверняка не все. То есть, наверняка он не достигает, в конце концов, цели, да. И именно по тем причинам, что, наверное... Ну, пытаться-то надо, нет? Ну, а далее идет Бергсон, да, который как раз вытратил за твою образу, за твою позицию, что он считал, что... Ну, не совсем, у него какой-то там поток... Нет, не, время нельзя редуцировать в пространственном различии, потому что мы, на самом деле, и физики, и в жизни, и всегда время понимаем пространство. Ну, надо, надо иметь в виду, что мы временные различия все-таки мыслим, мы по ним, вот, то есть, как бы, то, что нас отличает, собственно, как существующих и сознательно существующих, то, что мы можем, там, относиться к своему бытию, то есть, ну, наша рефлексивность, о которой говорили, там, на предыдущем семинаре, состоит, в первую очередь, в том, что мы понимаем, что значит быть, вот, и что значит не быть. Вот, каким-то странным образом, хотя бы и есть, да, вот, на самом деле, надо было бы или не быть, чтобы понимать, не быть, что значит, вот, но мы это понимаем, как развиваться. Вот это называешь временным различием, да? Да, да. Хорошо, вот я, когда я сказал, вспомнил насчет логики, да, я вслепнулся возразить, потому что для меня это логика, это тоже временное различие, но теперь я понимаю, о чем речь. То есть, тогда я не понимаю тебя, чем временное различие отличается от логического различия, по-моему, это ничем. Ну, дело в том, что, ну, как бы, вот, допустим, мы отличаем логически ложь от истины, да, но они остаются в одном и том же поле, и ложь существует, и истина существует. То есть, там не существует, вот, именно, небытия в логике. Я приведу с тем причем, если время, то я совсем не понимаю, и небытие несуществования. Время и несуществование. Ну, время это то, что отличает существующее от несуществующего. Да. Вот так, это, как бы, постоянное отличение одного от другого. Это процедура различения. А кто-то полагает, что небытие есть, но оно есть в форме и то, что? Ну, и не совсем так. А как? Ч chose? Я полагаю, что, есть как бы, вот, машина различения, вот это, это время. Вот это, вот, она продуцирует постоянно, вот, это различие между существующим и несуществующим. То есть, что не существующее есть? Оно не есть. Ну. Что, конечно, да, нет incentivguy. Но различия есть. Я говорю, что не существующего нет, но различие между существующим и несуществующим есть. Если есть это отличие, это не значит не есть. Сейчас. значит это не существующая датик поле логически я думаю что ты не можешь указать на самом деле на то различие о котором голов голову говоришь если бы тут смог сформулировать это различие стало бы ясно что не бытие есть просто здесь как бы интересен потому что принципиальный плату волосы бытие начинается с развлечения и с развлечения из бытия санта можно согласились самом деле можетfall это просто поможет конечно слазить у нас есть различие между а но creme того в этого surgery согласно простроцев вним Europeans отличие вот это есть пространство такая просто что часто это формально потом не просто различие они все различия и временное это же различия пространство различия более конкретный вид Может быть, но надо посмотреть, является ли на самом деле, является ли время на самом деле и подобного рода формы различной. Не является. Вот по этому поводу мне чего-то сказать. Потому что пространство, оно же является формой различной между чтойностью и чтойностью. Ну вот я об этом и говорил, да. Да, а если действительно время, если оно действительно... Оно отличает... Да, а если оно действительно форма внутреннего чувства, то она тогда у нас получается различие одного как существующего и его же как несуществующего. Вот такая забавная штука получается. И действительно, если у нас разговор выйдется так, то время у нас ни в коем случае непредставимо объективно. То есть физика не права. Время непредставимо объективно по той простой причине, что его генезис совсем другого рода, чем... Ну, форма внутреннего чувства ты тут уже добавил, да? Вот. Это как бы уже метафизика, да? Это уже не терминология в каком-то смысле. Я не знаю, форма внутреннего чувства или нет. Просто многие же философы, в отличие от каждого физиков, думают, что время непредставимо объективно. Постоянно физики пытаются представить время объективно, а время объективно непредставимо. Значит, надо с ним работать как-то иначе. Вот Антон предлагает его просто проживать. Ведь любая наука, она чем и занимается? Тем, что она свой предмет... Я не предлагаю, я предлагаю просто удерживать различия между пространственным и временем. Это недостаточно. Любая наука занимается тем, что она представляет свой предмет, то, будь то история, физика, качество некоторого предмета перед своим собой и его изучает. Но получается, что в таком случае, что мы специфику временности как таковой не удерживаем, потому что именно специфика временности стоит в том, что ее объективно перед собой положить нельзя. Да, что предмета нет, допустим, уже. Что то, что мы бы хотели изучать, оно... Да, он по определению, он не может быть... И тут, кстати, можно и к знакам, и к следу, и к вот этой проблематике по структурализму потом переконистить. Но встает вопрос, как с этим делом работать тогда, получается? Ну, а вот, тем не менее, да. Тем не менее, специфика-то все же есть, мне кажется. И вот я хочу сейчас попытаться на нее указать. Но прежде вот я с самого начала хотел сказать, что мне кажется, ты нас обманываешь. Обманываешь. Обманываешь в том плане, что ты сказал, что ты продумал процедуру развлечения. Вот я сразу же засманывался, как только услышал, поскольку если бы ты действительно продумал процедуру развлечения, ты, вот нет там вилок, других путей, да, однозначно пришел бы к выводу, что в основе развлечения лежит что? Ну вот самое вот элементарное. Мы можем о развлечении говорить в разных развлечениях, как в возвышенном соотнесении о висполнении. Вы что в основе развлечения? Развлечения о четверности, конечно. Не, ну вы тоже что хотите? Нет, ну можно что-то по этому поводу, я как раз хотел бы сказать. Дело в том, что если так вдуматься, не в основе развлечения что-то лежит, а само развлечение лежит в основе всего. Развлечение это то первичное. Философски это называется феноменологией. Что феноменология начинает с развлечения. Вот это по поводу нашего обсуждения, недавно, вот это вот не очень неразумная перебивка. Потому что вот я начал что-то говорить. И меня сразу же сбивают. Александр Сергеевич, вы мне задавали вопрос. Можете немножко как бы... В каком ключе вы хотите услышать ответ? Чтобы я попытался все-таки ответить. Ну вот, когда ты пытаешься понять... Сравнение или... Именно развлечение. Вот в самом общем философском плане. Вот ты приходишь, что должно быть, случиться. Вот, ну хорошо. Вот ты можешь представить... Ну соотнесенность какая-то. Или собственное сознание. Или вселенную. Да? Вот начальную точку, когда вот только все началось... Ну вы единое ходите, я хочу сказать. Единое. Да почему это единое? Хорошо, единое. Что должно быть, случиться с единым, чтобы мы могли говорить о разлучении? Ну какой-то конфликт, я не знаю. Изменение. Изменение лежит в основе развлечения. Если нет изменения... Ну, можно... Понимаете, это вот тот круг, который вы очертили. Можно сказать, что изменение лежит в основе развлечения, а можно сказать, что развлечение порождает изменения. Это как бы что-то другое... Я объясняю, почему. Потому что мы все же должны смотреть на историю категории, да? И более того, домысливать возможности ее развития. Вот у категории развлечения есть... Вот если мы положим основание изменения, мы можем выстроить ее некую историю. Даже эволюционную, там, от изменения, развлечения до восполнения. Это тоже форма развлечения, да? В умном мире, да? И так далее, понимаешь, да? Если же мы положим развлечение в начало категории, и потом будем строить какую-то другую. Какую? Изменение? Ну хорошо. Непонятно, что такое развлечение, которое лежит в основе. С изменением нам понятно, что такое изменение. Интуитивно, что такое изменение, понятно. Ну вот... Интуитивно, что такое развлечение не очень понятно на самом деле. Ну вот я говорю, понимаете, я вместо изменения использовал термин движение, да? И фактически в этом именно смысле. Но... Но почему оно мне... Почему оно мне... Не понятно. Хорошо, изменение. Почему? Потому что оно в себе содержит вот эту мешанину. Изменение может быть, как бы я говорю, как просто сдвиг, условно говоря. Ну мне как математик... В прошлом там почти математику проще в этих терминах. Да, как сдвиг. Это вот изменение, да? Но оно фактически, с моей точки зрения, да, неполноценное изменение. Вот. Потому что вот то настоящее изменение, которое я мыслю как изменение, это когда что-то, ну так сказать, преобразилось. Преобразилось, да. И вот это вот я называю временным, да, движением, да? То есть это преображение, там я эти слова даже называл. Поэтому я сказал, что существует эволюция развлечения, но в самом начале, вот если мы рассматриваем начальную точку, у нас только вот толчок изменение. Шевеление, изменение в мысли. Это толчок, оно может не развиться в полноценное развлечение. Оно обязано быть. Изначально... Если развлечения нет, то изменение будет невозможно. Да? Если развлечения нет, то изменение будет невозможно. Развлечение в развлечении, зачем изменение? Естественно. Это начало... Ну это необходимо. Развлечение, вот в нашем понимании развлечения, может не случиться она может изменение может быть столкнуться обратно и не знаем было изменение не было изменения по факту потому что по факту развлечения не не случилось вот есть одно изменилось до второго они неразличимы в данный момент поскольку одно от другого отличить невозможно ничем раньше отличили сейчас руках нету пространства еще ничего нет есть одно и из некоторой метафизики о чем мы говорим мы рассуждаем по развлечению по начальной точке о основании есть одно мы представляем есть одно еще и времени нет но если вашу метафизической позиции мне это как раз кажется что мне так кажется еще одна появляется третье мы можем говорить об развлечении но в основе сергей вот вот как раз мне кажется что когда мы стартуем с одного дальше происходит некое изменение развлечения и вот вот это выстраивается история это как раз ну как бы сказать вот этот пространственное пространственно подобная история почему потому что она она основана на тождестве вот этого одного то есть все все изначально тождественно а когда мы говорим а вот они устранимости нередуцированности вот этого временного различия мы как бы в основании полагаем что-то что в самом себе не тождественно вот этот как бы настоящее время которое внутри себя разрывается как бы на прошлое и будущее на причину и следствие которое внутри себя содержит вот эту как бы не дождись не дождевственность да то есть буквально тому дэрида пишет так что всякое как бы вот это одно она изнутри разрывается его раз разрывает изнутри изнутри а потому что одно это за сами ребрессе раз то что сказал свидетельствует только об одном об одновременности если так нужно выразиться рождение пространства и времени и не о чем больше не может быть но это идея состоит в чем эти состоит в слове изменения вы все таки хотите а если в основе времени лежит изменения по основе различных а потом поменение он хочет сказать что идея сама по себе изменения я сама по себе движение тоже есть некая репрессивная дерьмо основе своей то есть некое навязание пространство структур я нам стою дело до ну что мы когда достаточно интересно точка зрения с ним можно работать одно всегда стоит как вывод дойте вы ставите его начал она всегда только в конце как вы заодно новое движение изменениями мы мыслимсь это движение изменения пространства подобным образом одно изменятся под воздействием подвозди к вот опором которое тоже понимается нами по словам то есть получается что сам по себе вот этот физикалистский подход оказывается репрессивно с точки зрения пространства по отношению к рене ну и с точки зрения это феноменологии так его но это как есть это как нам хочет если уж мы как бы не согласен поскольку я конечно понимаю одно не физико листом не пространством одну как категория начала логическое понимаете в том ты проблема что дальше как бы логика выступает таким репрессивным репрессивной инстанцией впитав в себя всю эту пространственность но нашу посолью на пару слов закончу почему я сказал об изменении поскольку как только на год мы говорим изменения есть изменение значит время прошло у нас получается что это опять же одновременно пошло и появилось и развлечение и появилось время до вообще снимая вот следовательно время можно понимать как самое общее вселенское развлечение вот самое самое общее вселенское развлечение про стран время и это же есть изменение потому что в вашем случае вот это развлечение это время как бы будет механизм различать одну чтойность от другой изменения вас но до точнее мы таким образом как начались изменения вот так время уже пошло не время пошло а пошло наше навязывание времени пространство это вот что пошло нет дальше нет почему а можно как бы расширить вопрос просто на самом деле немножко как бы сузили как-то тем на самом деле вот мне кажется что докладчик привел различие пространственные временные мне кажется что различие стен она настолько богат что она может быть и другие формы имеет вот когда мы Логическое различие, хотя кажется, что можно его понять и как пространственное различие, как рядом стоящее, как временное одно за другим. Но на самом деле оно и тому другому нередуцированно. То есть и здесь проявляется то самое различие, что еще какие-то различия есть. Само различие само себя множит. То есть ты можешь сказать, что временной подход, если бы был возможен, был бы тоже непрессимен по отношению к действительности? Нет, я хочу сказать, что есть помимо пространственно подобных различий, помимо временно подобных различий, есть еще логические подобные различия. И, может быть, может, что сейчас я не смогу высказать и какие-то другие способы различия, не сводимые ни к пространству, ни к времени. Подождите, вот идея на самом деле классификации различий сама в себе содержит репрессию. С этим я не спорю. И как бы основной вывод окончательный, что когда я к этому различию подхожу, о котором говорит, я вижу, что его вписать в эту схему невозможно, потому что эта схема сама по себе, вот она чисто графически, я себе тут некие тезисы даже раскидывал, да, она чисто графически является пространственной. И это, поэтому современные философы типа делеза говорят о резоне, который как корневище. Это различие, на самом деле, представляется бы вот такое беспорядочное корневище. Вот есть много разных корешков, в разные стороны завернутые, они куда-то растут, непонятно произрастают. И мы не можем, на самом деле, их классифицировать. Ну, все хорошо, да, но я же говорю о том, что все-таки это как-то вырастает из феноменологии, то есть из нашего опыта. Вот еще раз, вот эти вот различия существующего и несуществующего, особенно когда вот речь идет об одном и том же, да, вот его отличие как существующего от несуществующего, это, во-первых, проживаемая вещь, во-вторых, она действительно коренным образом отличается от всех других различий, честойностей. Вот. И поди ты придумай различие, которое как бы будет третьим. Вот логическое различие, это все-таки различие честойностей. Вопросы состоит в том, что ты пытаешься... Ты вспомни даже, как логику вводят. Вот эти кружочки, тебя учили, да, кружочки. Общность понятий. Это чистая пространственность. Так вот, теория множества. Нет, проблема-то и состоит в том, что ты хочешь логически подойти к проблеме различий. Логически. И, конечно же, когда ты логически к ней подойдешь, у тебя будут логические же различия на бытие, небытие, на пространстве, на время. Везде, на самом деле, помимо различий, которые ты хочешь указать, ты на самом деле параллельно будут у тебя двигаться и логические различия. Но, если же на самом деле двигаться обратно феноменологически, то ты сначала увидишь как бы вот разное, И только потом у тебя возникнет возможность логически к нему отнестись. Я вижу горшок, я вижу небо, я вижу человека. Это разное. Понимаешь, в чем дело? Но не получается же так, что ты видишь разное, а потом у тебя как бы вот именно пространственное разное отличается от временного разного. Нет ведь. А не кажется, что стоя на классических позициях, ты заранее здесь в конце. Пространство времени, ты их пытаешься всунуть и сказать, а вот здесь пространство наподобное, а здесь временно подобное. И нам это понятно. Твоя интенсия. Если бы это была какая-то априорная форма времени, наверное, так и было бы. Я не могу себя отличить от этого. Я не могу себя отличить от вот этого проживания времени. Я говорю про концептуальность. Ты на самом деле находясь на позиции концептуальности, навязываешь эту концептуальность, как будто бы концептуальность не просто твоя, а как будто бы и реальность такая ваша, она так различается. А я говорю, что сначала реальность как-то различается, а потом ты пытаешься из этой реальности, должен вытянуть концепты, наоборот сделать. Ты на самом деле взял, пришел к нам тут и начал рассказывать о том, какие есть концепции пространства и времени, есть процессы подобных различий, есть временоподобные различия. Потом выяснилось, что это логические различия. Согласен. А может быть надо было прийти и сказать, что много различий разных. Мы бы тогда просто не сдвинемся, я все-таки хотел что-то конкретное сказать. Да, я могу сказать, что здесь дело. То есть различие, это как раз то, что Антон удачную терминологию потребляет, о том, что между существующим и существующим. На самом деле различие временном состоит между предметом и мной, как субъектом, который находится при этом предмете. Вот еще одно различие. В то время как посадственно это отношение между различными объектами. А вот это действительно имеет... Нет, просто это еще одно различие. В принципе, временное различие, вот оно имеет принципиально другую структуру. Потому что здесь благодаря времени я отличаюсь от мира. Вот как интересно. Не мир имеет внутри себя различие, а я отличаюсь от мира. Ну, Игорь, новую концепцию придумал. И новую концепцию, это то же самое. Я говорю, что такое время по сути своей. Поэтому, чтобы избежать вот этих всяких неточностей, которые употребляет Антон постоянно, о том, что у него небытие есть. А вот именно, чтобы мир... Во времени я учусь от себя отличать от мира. В том-то и проблема состоит, что у меня как чего-то, как предмета, как объекта в мире нет, безусловно. Как ни странно. Ну, если Антон-то не одинок, там и Платон, и Хайди, и Гриб, много людей нет. А, блин. Времени только потому, что твоя мысль обременена. Понимаешь? И исходное различие... Различение, то есть изменение, развлечение, время. Вот мне... Мысль... Вот в вашей... Я как докладчик, как докладчик, возьму слово, да, и скажу, что... Почему, как бы, я сразу говорю, почему я не согласен с этими точками зрения? Потому что здесь, опять же, презумпция активности субъекта постоянно присутствует. Что вот эта развлеченность времени исходит от нас. Это не так. Мы, как бы, мы пассивно воспринимаем. Понимаете? То есть это различие есть уже до нас. Мы просто его принимаем. И мы ничего не можем с ним сделать. Вот что я хотел сказать. То есть различие... Временно субъекта и... Меня? Ну, измеряя меня, но есть до меня. Да. А можно, на самом деле, вот, если вдуматься, что происходит здесь? После, как бы, того, как феноменология, казалось бы, победила во всех умах, у нас происходит обратная ситуация, да? Мы исходим из каких-то своих концепций, пытаемся эти концепции во чтобы ты не стал навязать реальность. И сказать, что, на самом деле, реальность устроена не так, как она устроена, а вот как я о ней думаю, что какое-то есть время, на котором я на гребне, там, да? Что-то есть, да? Оно как-то вот в мире нашем развлечено. И мы должны очень аккуратненько, бережно его взять и попытаться понять так, как оно есть, а не так, как нам хочется, или кажется, или нравится, и так далее. А мы, на самом деле, пытаемся здесь просто навязать. Один говорит о том, что время есть способ развлечения субъекта и мира. Другой говорит о том, что есть какой-то гребень-времень, на котором мы находимся, там, и прочее. Что такое время, да? Как будто бы все известно, все понятно. Игорь. Игорь. Да, ну, я, собственно говоря... Один рисунок, да, один правотный рисуночек. Вот, если, что такое скорость? Например, пространственного... Концептуальная парадигма, о которой я сказал, да? Это, значит, будет у нас... Расстояние разделить на время. Изменение, развлечение, изменение. Изменение... Дельтаис. То есть, некое пространственное изменение. Да. А на что мы делим? На время. А как тут будет по-другому сказать? На ДТ. Нет, да еще, как по-другому сказать, вот я же сказал, как изменение, круче не бывает. Это максимальное, абсолютное изменение. Исчезновение. Максимальное изменение Вселенной. Макс. Как философы любят, что-нибудь максимальное. Ну, да. Так, ну, и хорошо. И что же там уже общает, нужно означать, что скорость ограничена, меньше равно единице. И дальше мы уже построим все теории относительности. Ну, да, понятно, логично. Только скорость... Это меньше единицы, а скорость света вообще-то там... Ну, там, в правильной системе единиц. В правильной системе единиц. Теория относительности, конечно, это с руты никакого отношения не имеют. Ну, ладно. Почему бы нет? Просто автоматизмом делятся на санкционирование. Смотри, давайте все-таки... Есть не теория относительности, а вот следствие основное, это 0-левая, а масса к поклонам, допустим, тоже появляется. Никак. Появляется. На самом деле, если возвращаясь к докладу Антону... Давайте, Игорь, я хотел бы послушать. Игорь, послушаем. Вот, Игорь, я, собственно говоря, реагировал на позицию Булата больше, в большей части, потому что ты призываешь признать то, что определенность, она уже есть, и мы должны ее, так сказать, благочестиво принять. Так ведь, в сущности, такую попытку и делает Антон. Он прямо говорит, что временная развлеченность, она просто есть. А мы лишь, как бы, ее свидетельствуем, вполне себе пассивно, и всячески отказывается быть активным субъектом в этих различиях. Все, вы просто стоите на одной, как бы, совершенно, по-моему, платформе. Так я говорил, что еще есть логические различия, а Игорь еще сказал, что есть различные субъекты и объекты. Видишь ли, если ты говоришь, что есть логические различия, то да. Во-первых, он мне говорил, что он исчерпал все различия, и просто твое замечание не лиливало. Нет, он сказал, что логические свойства контрастного. Во-вторых, ну, нет, это было в дискуссии и между двумя участниками. Я тут вообще не берусь понять. Вот если двое, об этом обменявшись фразами другого, поняли, то, слава богу, я нет. Но, кстати сказать, вот эта вот попытка быть пассивным субъектом, она же, как бы это сказать точнее, она принципиально неудачна. То есть она не носит репрессивный характер, я бы даже сказал. Ну, я не знаю, репрессивный ли это характер. Может быть, пассивный, а точно репрессивный, по-моему. Ну, тут же репрессия такая абсолютная, которой уже не является даже репрессией. Ну, это ладно, это спор о словах. Да хватает, активности хватает нам, когда мы начинаем мыслить. Хватает, просто не надо быть стопроцентной активностью. Вот я-то и хочу сказать, что попытка мышления, это всегда попытка активности. Не спорю. И поэтому, когда ты говоришь, что, а я бы хотел предпринять такую активность, которая есть пассивность, то тем самым ты хочешь деревянного железа. Нет, почему? И эта твоя попытка никогда не закончится, потому что тебе не хватит ни пассивности, ни активности. Ты отказал себе уяснить природу своей активности, чтобы понять природу определения. Как мы будем входить в детали, как их полагать, вариантов масса. Вот тут Игорь с одной стороны, вот Александр с другой стороны предлагают свои версии этого определения. Но обе эти версии как бы движутся на том, что есть активность определения, есть активность мыслей. Если ты от нее отказываешься, ты никогда не думал о пассивности мыслей нет. Но вот к этому этому и странно. А я говорю о том, что помимо активности мыслей, по ту сторону всякой активности, по завершению всякого этого проекта, остается... Остается просто даже принятие различий, которые не являются мышлением. То есть вот когда мы принимаем различия, бытия и небытия, можно сказать, мы не мыслим. Или мыслим не в том смысле, в котором мы понимаем это. Даже если встать на позицию активности, даже если мы преобразовали этот мир, и вместо самого мира по себе восприняли явление, и даже потом мы явление сиро постигаем. Просто пассивно его постигаем так, как оно перед нами разворачивается. Или нифига подобного. Так вот, мой путь как бы очень предельно простой в данном случае. Твоя попытка всегда будет неудачна. Ты всегда окажешься во фрустрирующем опыте несостоявшегося. Ты захотел не помыслить, и у тебя это не вышло. Так он уже сказал, мысль активна, чем-то нет. А потом говорит, что после всего этого... Нет, на самом деле. На самом деле. Почему может быть или-или? Почему мы и-или активно, и-или пассивно, и-или пассивно. Я думаю, в чем? В том, что на самом деле даже вот в этой фрустрации, в этой неудаче сохраняется след того, что я пытался отличить. Все-таки он сохраняется. И люди, которые посмотрят, и я понимаю, о чем я говорю, и люди поймут. Вот в чем дело. И эта пассивность, она как бы присутствует, как какой-то тоже след. Нет? Ну, Игорь, перебильте, извини. След, да, остаемся только различий, кому не можем. Ну, извините, извините, метафорически такая как бы дискуссия, но и Луна же светит. Да, светит, но отраженным светом. Хорошо. Так и это твой опыт пассивности. Понятно ли то, о чем я говорил. А почему должна превалировать твоя метафизика, а не его? Или там, а почему должен быть проповедциальный со своей? Потому что моя метафизика не может завершиться. Вот. Потому что она не может стать позитивной. Почему метафизика должна всегда быть позитивной? Вот понимаете, здесь какая-то немного странности. Каждый из нас придерживается какой-то метафизической позиции. Может, на самом деле, даже с позиции другой метафизики ошибаться. Но, тем не менее, у него есть основания для того, чтобы придерживаться такой позиции? Да нет же. Ну, как же. Просто нет возможности придерживаться такой позиции. Ну, вот это и странно. Это уже репрессия по отношению к другой метафизике. Да это не репрессия. Это просто, как бы, мое в данном случае сожаление. И все. Ну, правильно. Я не говорю, что он не прав, он должен поменять позицию. Я говорю, что он пытается занять позицию, которой нет и быть не может. Вот я могу объяснить его позицию, потому что я тоже на ней стою. Я считаю, что мышление никакой, не является такой активностью, не имеет такую активность, которую... Которую ей приписывают. Да, которую ей приписывают. Я считаю, что очень много чего мы просто принимаем как данность. И мышление уже, на самом деле, с этой данностью, как нечто вторичное, уже может работать. А у вас, получается, мышление всегда стоит в начале. Это, на самом деле, вскрытое тайное богословие, что в сезде в начале стоит мышление. И вот никак от этого богословия избавятся люди не могут. Так, во-первых, это оценочное суждение, которое ты сошел из самого себя. Это было воробьем, по-моему. Это во-первых. Во-вторых. Ну, слушайте, ну, ей-богу, как вы собираетесь выстроить хоть какую-то точку зрения, будучи пассивными? Как вы собираетесь это делать? А почему только пассивные? Как вы собираетесь принимать? Как вы собираетесь, что вы собираетесь принимать? Вы можете принимать яблоки и фрукты, но теорию вы принять не можете. Вам мир не даст эту теорию. А почему надо стремиться создать систему философии? Еще раз, когда мы мыслим, мы всегда мыслим пространственными различиями, мы всегда активны. А временные вот эти различия можем только проживать. Мы, проживая их, их как бы различаем. Мы, еще раз, проживая, различаем существующие от несуществующих. И это, возможно, только и это... Но это же и есть жизнь наша. И только потому, что время и есть само развлечение. Мы не знаем, что такое время. Нужно и так говорить. Но суть в том, что это же все равно как бы в сферу нашего опыта входит. Я просто хотел сказать, что, на самом деле, не надо требовать от метафизики какой-то законченности. И желать, чтобы она была какой-то совершенной. Какой-то начиналась с какого-нибудь одного, там, или с какого-нибудь простого принципа и доходила до последних оснований. Может быть, просто надо быть проще, да, и понять, на самом деле, что мы с середины всегда начинаем. Что бы мы ни делали, с чего бы мы ни хотели, мы всегда уже в середине находимся. В котором уже все различия раскрыты и развернуты. И потом мы пытаемся на основании того, что давно перед нами и развернуто, выставить какие-то свои теории. Как это возникло. А что здесь пишут, что-то лично. Интересно. Обонирует общие слова. Нет, так это есть позиция феноменологии. Как общие слова. Всем понятно. Я хочу сказать, конкретное развлечение вам сейчас провести. Мне кажется, это важно проговорить следующее. Про пространство, вот просто этого доклада, про пространство нельзя сказать, что само пространство, как его не понимают, есть различие. Мне кажется, что нельзя. Про время можно так сказать, что само время есть само различие. Вот как тебе это? Нет, я согласен. Согласен только как бы различие, вот для меня как бы различие в разных смыслах. Ну вот как-то так. В одном случае различие в смысле сущности, в другом смысле бытия. Еще раз. Хорошо. Давайте так. Невозможно мыслить, так сказать, невозможно завершить нефрустрированную эту метафизику. Но можно ли вообще как бы различать сущие и существование? Можно вот это делать? Да, безусловно. Конечно. Более того. И удерживать это различие? Да. Но этим способом очень важно существующее небытие. Сущие существование. То есть, а ты когда говоришь, что это бытие и небытие, ты различие его понимаешь? Ну, значит, ты удерживаешься. Ну, понимаешь, в чем дело. Когда ты различаешь сущие существования, ты фактически, ну, я не знаю, может быть, я так делаю, а может быть, как бы другие делают по-другому, и я делаю неправильно. Но я представляю себе как бы вот сущие, как оно есть, да, так сказать, условно говоря, в своем воображении. Не понимая, что вот оно осталось таким, какое оно было, ничего не потеряв из своей сущности. Но при этом оно потеряло бытие. Все, как бы вот бытия у него нет. А оно при этом не стало небытием. Да, конечно, не стало. Но оно потеряло бытие. Да, поэтому вот так я и говорю. Но существование и существование не различие им уже. Так и вещи. Так и то, что уходит в прошлое, оно и становится этим воображаемым существующим. Оно же как бы не переходит вот в это небытие абсолютно. Если бы оно перешло в небытие, его бы и не было для сравнения, да, а оно существует, допустим, в нашей памяти, как воображаемое, как как бы не данное, вот, но при этом обладающее определенной определенностью, сущностью и так далее. И мы его сравниваем с данным, и мы обнаруживаем, что помимо там отличия в содержании, оно отличается еще и тем, что оно, вот, там, не знаю, воображаемо, что оно прошло. Что оно прошло, да. В каком-то смысле бытие, в каком-то смысле небытие. И все, все вот употребленные фигуры речи, вот к этому и сводятся. Повторяю, зато, значит, диалог софист. Все об этом. Я хотел заметить насчет пространственных развлечений еще вот детальку такую. А вот что такое пространственное развлечение? Ты понимаешь, что вот, как это вот, вне времени пространства... Разные точки пространства. Вне времени... На столе лежит яблоко и груша. Да. Пространственные... Нет, не то, что они там разнесены, а то, что они даны одновременно. Вот что для меня пространственность. Что они помещены в единое пространство. Что они в одном как раз. Хороший пример электрон-то? Ну, в конце концов, понимаете, я физик, да, по образованию, и я вижу, что там все различия между всеми, там, чистя com и так далее, так или иначе, они сведены к пространственным различиям. Ну, нет, не совсем верно, там есть как бы специфические заряды, там барионный заряд, электронный заряд, да, как бы качественно, качественные вот такие различия, вот, может быть, и они потом будут редуцированы, потому что до текущего момента всякие вот эти различия, они редуцировались введением какой-то новой геометрии, да, какой-то геометрии под геометрией, да, там вводят какое-то пространство, там, не знаю, чего-нибудь еще, вот, вот, которое является основанием, да, для, да. А я, на самом деле, вот еще последний хотел заметить, наверное, там, вот, по поводу понимания. Дело в том, что вот, если подумать, почему мы все временные различия редуцируем, как бы, пространственные различия, да, или логические различия, да, из-за представления, потому что на самом деле так устроено наше понимание, да, вот, для того, чтобы нам что-то понять, надо от него отстраниться. Мы не в этом. Мы в нем живем. Дело не в этом, дело в том, что, чтобы что-то там, так сказать, вот, как раз различить, надо же их сравнивать, надо, чтобы они были вместе, рядом. Но, это не значит, что это страница. Вот. Не быть внутри участников. Но это с одной стороны, с другой стороны, они должны быть даны вместе, понимаешь, вот это прошлое и настоящее. Это способ, каким мы это делаем. Я только об этом и говорил, что вот пространственно они даны вместе, а временно они не даны. Одно дано, другое не дано. Не, не обитаетесь причину понять, почему мы время редукцируем. Потому что время это нечто на самом деле, в чем мы, либо мы прожили, в чем мы существуем. Или вернее, наверное, ты прав. Они даны по-разному. Вот так вот, да, наверное, ты прав. Что вот мы различаем их как данные по-разному. Одно как реальное, другое как воображаемое, допустим. Вот так бывшее. Один из этапов понимания состоит в том, что мы избавляемся от времени. И редукцируем его к чему-то невременному. Второе, это понимание связано с тем, что мы накладываем некую сетку понятийную на то, что пытаемся понять. И это все несущественно отбрасываем, а то, что сетка указывает на существенно, его втягиваем и уже о нем разрушаем. То есть вот этот процесс как бы редукцирования времени, если посмотреть, все наше знание устроено именно так. Поэтому всякий раз даем время и редукцируем пространственность. То есть в этом, на самом деле, как я думаю, это вот моя точка зрения, состоит, собственно, один из этапов понимания. И на это надо смотреть, просто так устроена наука. Ну что тут сделаешь? А почему так? Потому что во время нами захвачено, ты правильно видишь, во времени мы пассивные. Время нами, нас захватывает, мы тут не властны. Время есть то, что нами распоряжается, а не мы временем распоряжаемся. И чтобы распоряжаться, а знание – это наша власть, да. Знание – мы распоряжаемся. И чтобы быть властными, мы должны именно прежде всего время победить, его редуцировать. И когда мы время редуцировали, то, что остается, да, вот этот вот пространство. Мы остались как в этом пространстве логики, как в пространстве вечности. Все. Да, мы можем власть. Мы бессмертны. А что я уже попробую? Ладно, у меня вопрос на засыпку. Вот, насчет пространственного развлечения. А почему вот два фото, которые летят рядом, да, пространственные, как бы, они друг друга не различают? Ну… Это мы не различаем, а не различаясь пространством? Нет, ну, потому что, как бы, вообще не существует, как бы, фотона одного как такового. Вот поэтому, потому что есть фотонное поле. Вот. Потому что есть, как бы, потому что их, во-первых, не двое летит. Вот, кстати, нет. Их очень редко, когда они летят двое. Это вы должны операторы количество частиц до этого перевести в собственное состояние. А это большой труд. А то, что у вас там в опросе, ничего смешного. Нет, а то, что там дальше у вас летит, оно, на самом деле, раскладывается по бесконечному количеству фотонов всегда. Даже если вы, вот этот самый оператор количества частиц, не переверните в собственное состояние. Вот такой ответ правильный. Угу. Аминь. Аминь. Аминь.